Славянск Славянск Здание загорелось Редкие машины проходят этот опасный участок На большой скорости Для меня этот простреливаемый перекресток После знака Славянск Одно из самых страшных мест в городе Разметки Вот еще Мы уже запутались, что по нам стреляют, главное, что попасть не могут. Это не разорвавшийся снаряд, который прилетел к нам. Еще есть здесь хвостовики. Первый раз самолет и первый день самолет бомбил каждые три часа. Там на улице Ордененосов, на ту сторону от трассы, две воронки. И во дворе тоже. Воронка метра два, два с половиной. Метра четыре диаметра и вот глубина. Вот, на вот эту улицу, там такая воронка во дворе. На огороде. Разбитый гроб лежал. Я на велосипеде, мне 74 года, больной после инфульта. На подростковом велосипеде, значит, регулярно ездил. Продукты хоть что-то. Продукты вот здесь вот туда-сюда. Вот поехал отсюда утром в шесть часов, значит. На перекрестке лежит раздавленный гроб. Пустой, правда. Стреливают, не может скорая приехать даже констатировать факт смерти у дедушки. Умер что? Человек там? То есть, что так жила в хате? С трупом. С дедушкой с трупом. Не могли еще сделать. Ни милиции, ни скорой нет, гроба нет, могилу некому копать, значит. А сюда никто не ездит? Тут если запалили, все. И некому было ездить. Из одиннадцати скорых шесть разбито. Видимо, вот везли гроб. Я его, значит, на перед меня посмотрел, значит. Что ж это за люди, а? Труп бы был, сыр бы был там, значит. Но сухое место, значит. Ополченцы сколотили, как говорится, своими силами там ящик, подобие гроба. Ну, запрещают хоронить без справки. Ну, а кто? Никто не приезжает. А медики не едут, потому что скорая долга. Вот трое суток пролежал дедушка. Я боюсь, что мы убьют. Да никто вас не убьет. Вы же говорите правду. Никто вас не убьет. Скажите, а как можно с вами договориться в Донецке? Как бы все пылало. Ладно, не будем рисковать, ребята. На сладик. Чужой у вас спокойно? Да, у нас них. Встретить можешь? Еще раз. Я говорю, встретить можешь? Сейчас кто-то и выйдет. На пахотную сантовую. Я не один. Я понял. Ну, кто первый? Раз. И вправо. Весь сломан. Кирпич за сломан и туда за забор. Второй пахотой я замыкаю. Проводники и сталкеры, бойцы народного ополчения, мед и чужой провели меня в промзону рядом с Семеновкой. Попасть сюда до перемирия я не решался. Эта открытая простреливаемая пространство полтора месяца находилась под огнем артиллерии Украинской армии и Национальной гвардии. Наверное, одна треть минус снарядов производственных арксистем, выпущенных по Славянску, озорвалась на новосудовой площадке. Несколько корпусов заводов уничтожены полностью. Отдельно все погорели по 3-4 дня. Отдельно все побыли. — Eso лучше делает. — Уоу! — Я униюсь, ты grewешь в Need PDе nerves. Бериеры, Город writ 한다 в твоем об mastering к нам напомню, — Угу. Я думаю, что мы вот этот завод увидим спереди. Ну, видать, что тут все работало. Ну, работало до последнего времени, видимо, что там. Что-нибудь настремлю с выстрелами? Да, давай, скажем, играть. Ну, вот этот завод рабочий, похоже, не был. Ну, верхушку вон они полностью свезли. Слушай, там постоянно бетеры, блин, повесили. Проферами оно красиво, им нравится. И они вот это да. Да, вот этот завод. Да, вот это что? Это Капахим. Да. Что он делал? Он делал основу для моющих средств. О. Вот. Вот это ж бывший Криполи спасал. А. Там что-то? Ничего там не было. Там оборудование демонтировали. Там просто здание. А. Ну, вот этот Капахим самый новый завод. Да. Да, да, вот. Это тоже местный, да? Да. А откуда то есть? В смысле? В смысле? А это все было завод расследовало. Это компоненты для порошков, для моющих. Это два в одну. С военной или антитеррористической точки зрения обстрелы этих предприятий не имеют никакого значения. Зачем целенаправленно бить по цистернам и ямкостям с химореактивами из танка прямой наводкой? Зачем бить гаубицами и обстреливать зажигательными минами химические предприятия, на складах которых находятся десятки тонн серы, а на железнодорожных путях стоят составы с токсичными компонентами? Зачем целенаправленно обстреливать насосную станцию водоводы канала Северский Донец, Донбасс? Зачем обстреливать жилые дома и больницы, детские сады, уничтожая городскую инфраструктуру, при этом лицемерно заявляя на самом высоком уровне, что огонь по этим объектам ведет народное ополчение? Но здесь, в небольшом Славянске, очень четко видно и слышно, кто откуда и куда стреляет. Например, огонь по новосудовой площадке ведется с нескольких позиций украинской армии. Минометная батарея, танки и крупнокалиберные пулеметы боевых машин пехоты бьют со стороны Краснолиманского поворота, иногда выходя ближе к мосту через реку Торец. И все это видно с балконов на поселке Химик и из некоторых многоэтажек и карьеры на поселке Артемов бинокль. Зарево во время стрельбы и сами гаубичные батареи на Карачуне видны с высоток на микрорайоне Лесном, а стрельба гаубицами из районов маяки Карповка видна невооруженным глазом ночью из психбольницы и дач в Семеновке. И снаряды летят над домом моих родителей. Я думаю, что все эти действия преследуют несколько целей. Планомерно превратить земли Донбасса в непригодные для проживания и запугать, сделать так, чтобы люди побежали со своей земли. Беспощадная война против несведомого местного русского населения, фирменный конек бандеровских карателей, кто и за какие деньги будет восстанавливать разрушенное, как можно будет выжить в разрушенных городах и поселках зимой. Работать тяжело, мешают постоянные ненаметные обстрелы. Водоснабжение Донецкой области пытаемся восстановить. Жертвы среди оперативного персонала были. Мы торпим они и повреждения водоводов, и повреждения насоса. Не повреждена линия 135 вольт. Трансформатор. Реактор. Реактор. Шишки. Реактор. Продолжение следует...